Вести Карачаева, Черкесия Президент страны Владимир Путин по итогам совещания о социальных вопросах дал ряд поручений правительству. Путин также поручил представить предложение об ускоренном росте МРОД, чтобы он существенно превышал величину прожиточного минимума. Нужно создать все условия для увеличения доходов семьи с детьми, причем реальных доходов, чтобы семейные бюджеты становились более устойчивыми. И в этой связи прошу правительства представить ряд новых предложений. Что имею в виду? Имею в виду в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, с тем, чтобы они существенно превышали величину прожиточного минимума. Знаю, что в правительстве это обсуждается, чтобы этот разрыв продолжал увеличиваться, чтобы реальные доходы росли и отрыв шел в сторону реальных доходов граждан. Я знаю, что вы этим занимаетесь, прошу только не затягивать и принять согласованные решения. И тем, чтобы российские семьи, молодежь, юноши, девушки, которые только начинают взрослую жизнь, должны быть уверены, что наши меры поддержки семьи, отцовства, материнства, детства, гарантированы российским государством на годы вперед. Минобороны России разъяснила порядок выплат денежного довольствия мобилизованным. Размер выплат будет зависеть от звания. Минимальная сумма, согласно указу главы государства, составит 195 тысяч рублей. Ее может получить рядовой на должности мотострелка. Офицерам заплатят больше. Например, командир взвода получит около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысяч рублей. Из этих сумм не будет облагаться подоходным налогом социальная выплата в размере 158 тысяч. Размер суммы, с которой будет выплачиваться налог, также зависит от звания. У мобилизованного рядового в должности мотострелка это 37 тысяч рублей. У командира взвода в звании лейтенанта около 68 тысяч. Кроме того, денежное довольствие российского военнослужащего может быть перечислено его родственникам при условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты. Информацию комментирует представитель финансового блока Министерства обороны Сергей Микищенко. Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября, будет начислено денежное удовольствие с 10 по 20 ноября. И минимальная сумма денежного удовольствия, которую я вам озвучил ранее, будет составлять 195 тысяч рублей. Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного удовольствия будет меньше. То есть пропорционально будет рассчитана прослуженному сроку за октябрь. Хочу обратить ваше внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного удовольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно. В соответствии с указом главы Карачаича Кейси Рашида Тимрезова, дополнительные социальные гарантии для участников специальной военной операции распространяются как на мобилизованных из республики, так и на военнослужащих Вооруженных сил России, а также военнослужащих, сотрудников Федеральной службы войск Национальной гвардии страны, выполняющих задачи с начала спецоперации. Так, для всех участников СВО, постоянно проживающих на территории Карачаича Кейси, установлены следующие соцгарантии. Единовременная оригинальная выплата в случае тяжелого ранения – 300 тысяч рублей. Единовременная оригинальная выплата в случае легкого ранения – 100 тысяч. При этом на данные выплаты могут претендовать участники специальной военной операции, которые получили ранения в ходе исполнения задач, начиная с 24 февраля этого года. Кроме того, на уровне региона установлены выплаты семьям погибших участников СВО в размере 1 миллиона рублей. Для получения выплат необходимо предоставить пакет документов из военного госпиталя и обратиться в Министерство труда и социальной защиты населения по номеру телефона 8 878 2 26 62 81. Финалистка лидера в России из Карачаича Кейси Амина Салпагара в основе едет добровольцам на Донбасс помогать врачам. Амина – хирург, ведущий специалист НИИ Минздрава России и участница флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Уже работала на Донбассе врачом-добровольцем. Теперь она собирается побывать в ЛНР в качестве врача-организатора. Девушка говорит, что на все эти решения сильно повлияли корни и родители. Амина родилась в Карачаичи Кейси в патриотичной семье. Ее отец несколько раз съездил на Донбасс военным добровольцем, а некоторые другие родственники отправились в зону проведения специальной военной операции как мобилизованные. Профессиональный опыт, полученный на Донбассе, она считает бесценным и рекомендует такие командировки всем коллегам. Под председательством премьер-министра республики Мурата Аргунова прошло совещание в формате видеоконференц-связи с руководством ПАО «Газпром». Вопросы обеспечения бесперебойного надежного газоснабжения потребителей республики и увеличения объемов поставок газа на курорты Карачаичи Кейси стали ключевой темой совещания. О необходимости запуска дополнительных объектов газоснабжения в республике шла речь и в ходе недавней встречи руководителя региона Рашида Тимрезова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В рамках реализации их договоренностей на составшемся в Доме правительства республики совещаний был поднят вопрос эксплуатации газопровода высокого давления «Зеленчук-Архиздука» протяженностью 62 километра, АГРС «Зеленчук-2» и газопровода ТРЗ «Красный Восток» протяженностью 58 километров. По итогам обсуждения стороны разработали комплекс совместных мероприятий по вводу в промышленную эксплуатацию АГРС «Зеленчук-2», подключение к газоснабжению которого планируется в следующем году. В правительстве республики обсудили и разработку мастера плана развития туризма. Вопрос рассмотрели на совещании в формате видеоконференц-связи с Минэкономразвития России. Туризм в регионе является одним из ключевых направлений социально-экономического развития региона. За последние годы наблюдается устойчивый рост туристического потока в среднем на 15%, что по итогам прошлого года составило 1 миллион 749 тысяч человек, отметил премьер-министр Корчаевича Кеси Мурат Аргунов. В рамках плана будет проводиться дальнейшая работа по созданию туристской инфраструктуры с учетом определения функционального зонирования территории и единого подхода к архитектурным решениям. По итогам совещания принято решение включить в план благоустройство территории Софийской поляны. В Малом зале Дома правительства прошла встреча с стипендиатами правительства страны под председательством министра образования и науки Республики Инны Кравченко. Она поприветствовала всех стипендиатов, пожелала им успехов, творческих достижений, побед в олимпиадах и конкурсах, плодотворной работы, конструктивного обмена опытом и мнениями, новых совершений и достижений. Также вручила им благодарственные письма Министерства образования и науки Республики. В первую очередь каждого из вас я хочу поблагодарить за высокие достижения в учебной деятельности, за то, что каждый из вас является победителем, призером республиканских, региональных, национальных, всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, за то, что вы не останавливаетесь на достигнутых успехах и достижениях. И, конечно, у каждого из вас, мы все прекрасно понимаем, сложится по-своему своя профессиональная деятельность. Ряд крупных предприятий Карачао-Чекеси планирует нарастить объем производства и создать новые рабочие места. В их числе компания Бумфа Групп, которая в нынешних социально-экономических условиях не просто сохраняет свои позиции, но и увеличивает объем производства и продаж, создавая при этом новые рабочие места. Генеральный директор фирмы Аслан Шибзухов считает, что в нынешних условиях экономического кризиса вести деятельность непросто, и, тем не менее, они адаптировали к новым условиям. Что касается рабочих мест, то они сохранены в полном объеме. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкесск, Энерго завершили ремонт оборудования на шести подстанциях. От стабильного функционирования энергообъектов зависит надежность электроснабжения около 30 тысяч жителей и почти 40 социально значимых объектов республики. В частности, ремонт оборудования проведен на подстанции 110-106 кВ, которая обеспечивает электроэнергией два населенных пункта региона и служит основными источниками электроснабжения для крупного социально значимого объекта Кавказских минеральных вод. Жители столицы Карачаево-Черкесии могут привиться от COVID-19 назальной вакциной в прививочных пунктах Черкеска. Как и предыдущие версии вакцины, спутник ВИ состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели. Препарат разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в Черкесской городской поликлинике и лечебно-реабилитационном центре. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошел первый в республике директорский форум кадровый ресурс школ Карачаево-Черкесии «Стратегия и технологии развития». Мероприятие было инициировано для решения проблемы количественного и качественного укомплектования школ республики, рассказал ректор университета Таусултан Узденов. Та проблематика, которая была поставлена сегодня перед регулятором и агрегатором этих проблем Министерством образования и науки Красиво-Черкесской республики, стала для нас очень актуальным. И мы попытались предложить свое решение этой проблемы. Я надеюсь, что та программа, которую мы предлагаем сегодня, она будет действенной и результативной, и сможет, если не полностью решить, то существенно продвинуть вопрос решения кадрового вопроса для наших школ. Наша инициатива, которая была поддержана сегодня участниками форума о создании института горизонтальных связей между директорами школ, а именно сегодня была учреждена ассоциация директоров школы Красиво-Черкесской республики, тоже будет действенным инструментом для решения наших проблем, проблем наших школ, наших учителей, а это значит проблем нашей республики и поможет двигаться вперед нам, нашему обществу, нашей республике. Карачаево-Черкесское оригинальное отделение Союза женщин России продолжает акцию «Сердце матери» в поддержку бойцов, участвующих в специальной операции на территории Украины, рассказывает председатель отделения Марина Барлакова. Люди сами, увидев объявление о нашей акции, сами звонят, интересуются, чтобы было лучше положить в эти коробки. Сами хотят принять это участие и поддержать наших ребят. Один из мобилизованных – это наш работник Бережной Михаил Николаевич, которому мы сделали именные посылки, сделали именные посылки и его семья, дети, написали письма. Мы хотели бы, чтобы эти посылки он получил и все-таки знал, что мы болеем за него душой, что мы ждем его живым, невредимым. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева начала работу студенческая студия радио и подкаст, объявляющийся проектом-победителем грантового конкурса «Росмолодежи». В рамках проекта на базе ВУЗа создана радиостудия, которая параллельно работает и как студия для подкастов. В формате радиоведущие освещают работу университета и участвуют в информационном сопровождении всех мероприятий. Ведущие приглашают гостей, которые делятся опытом, либо обсуждают актуальные темы и проблемы. Корпуса университета оснащены звуковым оборудованием для вещания, рассказал руководитель проекта Аслан Гирюгов. Студия будет проводить подкасты на самые разные темы. Участниками станут известные гости и преподаватели, которые представляют различные факультеты, рассказывают о темах, которые не затрагиваются на занятиях. Формат выступления отличается от привычных лекций, что привлекает большое количество слушателей. Студенты же пробуют себя в роли радиоведущих. Сейчас в рамках проекта проходит работа пятидневной школы по основам радиовещания, по итогам которой лучшие участники получат возможность стать командой. В корзине галереи Черекеска впервые проходит тактильная музейная выставка по темным переулкам истории. Проект «Победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив». На ней будут представлены 30 объемных тактильных экспонатов. Для каждого из них подготовлены таблички шрифтом Брайля. Стол для экспонатов оборудован перилами. Зал оснащен напольной разметкой для слабовидящих. Информацию комментирует председатель Карачао-Чикетского отделения Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. Церковые технологии сейчас настолько позволяют даже незрячим людям представлять окружающий мир. И вот 3D-примитеры, 3D-технологии, конечно, позволяют не только, а то, что описание – это одно, как говорят, технокомментирует, но когда человек своими пальцами ощущает объект, ну, даже любой, это очень здорово. В Музее истории церкви и казачества при Никольском соборе Черекеска прошла экскурсия для студентов Педагогического колледжа Черекеска. Его провели священник Никольского собора Черекеска Александр Гурин и руководитель оригинального отделения «Царьград» Денис Струговцов. Священник рассказал студентам об истории церкви на территории Карачао-Черекесии, показал старинные иконы, книги и фотографии. Денис Струговцов рассказал об истории казачества Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска, показал казачью форму, предметы быта казаков. Подробности у священника Никольского собора, республиканская столица Александра Гурина. Экскурсия была организована духовенством Никольского собора, региональным отделением «Царьград» и Народным фронтом «Молодежка УНФ». Дети узнали об истории церкви, об истории казачества. Они увидели старинные фотографии, формы казаков, иконы старинные, старинные книги. Особое внимание на экскурсии было уделено жизнеописанию владыки Антония Романовского, митрополита Ставропольского и Бакинского, 60-е годовщина со дня представления, которое вспоминалось церковью в этот день. О владыке студентам было рассказано не только с точки зрения его жизнеописания, но и передана копия портрета, снимка, которая была сделана при его жизни. Ну и последняя информация. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» прошло спортивно-досуговое мероприятие «Остров-сокровище для детей мобилизованных граждан». Участники квеста, учащиеся школы номер 11 по старинной карте, преодолев болото, овраги, стремительные ручьи и другие трудности, добрались до клада с сюрпризом. Наградой за все испытания для ребят стала большая аппетитная пицца в уютной теплой пиццерии. Кроме того, ребята, успешно прошедшие туристские испытания, были награждены значками «Юный турист третьей степени». Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, без осадков, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в горах местами плюс 4-9, в республиканской столице без осадков, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 13. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. На правах рекламы. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут. Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!